Дверь хреновая. Обратите внимание, фурнитура может быть еще и ничего, но врезан замок плохо. Когда работает кондиционер, течет по стенам. В этих местах, в этих местах, сзади. Здесь есть море, здесь есть супермаркет, здесь есть все необходимое для комфортной жизни. В целом, в базовой комплектации фурнитура в данном комплексе говно. Давайте покажу почему. Там шикарные инфраструктурные характеристики, там шикарные виды. Бумажки, сигареты, пачки, фольга, грязь. Всем привет! Сегодня вы не услышите наигранного рекламного текста, откровенного втюхивания и раздутых эмоций. Здесь будет анализ недвижимости через призму опыта купивших и живущих здесь людей. Это рубрика «Как есть». Мы едем в комплекс, который долгое время не продавался вообще. Он строился, там уже были почти введены все блоки в эксплуатацию, а продаж не было. Там шикарные инфраструктурные характеристики, там шикарные виды. Потрясающий комплекс, место отлично выбрали. Но не продавался. Его просто не рекламировали. На комплексе есть два ресторана. Один ресторан прямо на самой территории комплекса, но его до сих пор не нашли, кто будет оператором этого ресторана. То есть место есть, а ресторан так и не зашел. Отличный супермаркет «Лемар». Причем собственник комплекса, кто его строил. Он же и владелец этого супермаркета. И это большое дело, когда возле комплекса есть шикарный супермаркет. Но отдельная тема управляющая компания, про нее мы чуть позже поговорим. И именно из-за этого до сих пор на территории комплекса нет ресторана. При въезде на комплекс нас встречает большой супермаркет. Это запишем в плюс. По сути, у каждого, кто живет в этом комплексе, должен быть свой ключ от шлагбаума. Вот мы стоим, шлагбаум не открывается. Дим, у тебя есть ключ от шлагбаума? Нет. И у меня нет. Это, к слову, об служивающей компании. Про них еще отдельно расскажем. Ну, поскольку ключа нет, едем в объезд. Начнем с подъезда. Парковочные места есть под крышей и вдоль здания. Поскольку на Кипре не приняты персонализированные места, кто успел, тот и молодец. Если не хватает мест под зданием, есть места отдельно вокруг здания и через дорогу от домов. Прямо перед зданием в некоторых блоках стоят мусорки. Если выбираете себе квартиру на первых этажах, будьте уверены, что будет запах. Поэтому внимательно подходите к выбору квартир. Заходим в подъезд. Мы предполагали, что будет грязно, как обычно. Но сегодня убрали. К слову об управляющей компании, на которой мы все обычно ругаемся, они начали исправляться. Видимо, набрали людей. Два лифта. Оба лифта хорошей фирмы KONE. Это финско-швейцарская компания. Довольно вместительный лифт. Здесь написано 8 человек. Я предполагаю, что если очень постараться, 8 человек. О! Видите, говорит и на турецком, и на английском. Некоторые люди столько языков не знают. Обратим внимание на отделку искусственным камнем. И на полу, и на стенах. И сейчас зайдем в квартиры, там тоже будет отделка искусственным камнем. Весь этот камень, это найт называется, застройщик производит сам. Не все, абсолютно не все застройщики на Кипре делают подобного рода отделку. Я бы это добавил все-таки в плюс. Обычно в комплексе на этаже от 4 до 6 квартир. В зависимости от блока. В данном раз, два, три, четыре, пять. Пять квартир. Для Кипра в целом это хорошее количество квартир на этаже. Бывает 4, бывает 2. Но у больших комплексов чаще всего там до 20 квартир может быть. И на мой взгляд это не очень хорошо. Здесь очень среднее нормальное количество квартир на этаже. Я считаю это комфортно. В комплексе есть студии 1 плюс 1, 2 плюс 1. Квартиры 3 плюс 1 в 1 уровне. И дуплексы двухуровневые. Мы посмотрим квартиру с двумя спальнями. Заходим. Дверь хреновая. Обратите внимание. Фурнитура может быть еще и ничего. Но врезан замок плохо. Сама дверь дешевая, легкая. Теплоизоляция, шумоизоляция слабая у такой двери. Снизу поддувает. Если, допустим, какой-то мусор летит, то он будет залетать. Кто-то ставит щетки. Я рекомендую поменять дверь. В целом, в базовой комплектации фурнитура в данном комплексе говно. Давайте покажу почему. Берем, например, кухню. Сделана из очень дешевых материалов. Это у нас ДСП. Будет все-таки вздуваться со временем. Мойка из нержавейки. На месте примыкания, на месте стыка. Так или иначе, как бы вы герметиком это все не заделывали, будет вздуваться это ДСП. Поэтому я рекомендую рабочую поверхность, верхнюю часть, естественно, менять. Потому что ДСП, ну, это не очень долговечный материал. Давайте еще поговорим о фурнитуре и о том, как они придумали, чтобы открывались дверки. Вот открываем дверь, и можно поломать пальцы. Вот если здесь остается палец. Неудобно. Так открывать более-менее. Если приноровиться, будет супер. Но, тем не менее, если прям для себя, то желательно кухню поменять. Если это для аренды, оставляйте как есть. Слава богу, что она здесь вообще есть. Что уже подключена вода, подключена сантехника, и все хорошо. Давайте про плюсы. Здесь хорошая планировка. Очень большой зал, просторный. Просторная кухня. Отличное остекление из алюминия. Серия называется «Линия Роса». Очень плавный ход. Не нужно много сил для того, чтобы открыть окно. Шикарного качества. Сами окна. Если мытые, то прозрачные. Звукоизоляция и теплоизоляция отличная. Вот здесь точно плюс. У всех квартир с двумя спальнями большие террасы. Одна здесь, вторая терраса там, где залы. Там, где две спальни. Из зала выходит шикарный вид прямо на Средиземное море. Вот это самый основной плюс, который я бы отнес к данному комплексу. И все остальные минусы он прям перечеркивает. Такой вид на сегодняшний день. Только если в некоторых комплексах его надо искать. Здесь 95% квартир имеют потрясающий вид на море. Некоторые даже вплоть до Фомагуста. В данном случае мы можем видеть и Саламис, и Фомагусту. И практически все квартиры выше третьего этажа имеют такой шикарный вид. Мы можем посмотреть также на бассейн, который находится на инфраструктуре. Можем посмотреть впереди на виллы, которые уже построены. А это значит, что у нас не будет сюрпризов. И впереди никогда не вырастет большое здание, которое перекроет вид. Здесь один большой, шикарный, жирный плюс. Вот именно вот этому виду. Ограждение из каленого стекла. Сверху алюминиевая перемычка. Снизу алюминиевый держатель. Они довольно прочные. То, что здесь ограждение из каленого стекла, позволяет даже с зала видеть море. Это тоже большой плюс. И ребята, которые продумывали инженерию данного комплекса, они, естественно, подумали о том, чтобы виды сохранялись в любом случае. Вот это прихожая. Здесь есть место для шкафа. В некоторых 2 плюс 1 нет места для шкафа. Нужно выбирать. Отлично придумали в плане шкафчиков. Это прям реально удобно. Здесь стиральная машина. Сюда можно поставить какие-то вещи. Здесь место для грязного белья, еще чего-то. Место для бойлера, для химии. Но, ребят, внимание, в данном комплексе очень сильный ветер. От сильного ветра мне вырвало дверку. Я сейчас прошу, чтобы поставили там 4 крепления или все-таки 3. Может, она будет сильнее держаться. Но ветер здесь бывает очень сильный, потому что с фронтальной части выход на море, а с задней части выход на горы. Из-за этого при разных областях давления очень сильный ветер дует. Ну, ничего, к этому привыкли, разбираемся. Иногда даже трусы у кого-то улетают, я у себя нахожу. Так, по санузлу все классно. Лично мне очень нравится то, что они сразу поставили вот эти вот держатели. Еще один держатель возле умывальника. Умывальник большой. Сразу классное зеркало, прям прилеплено к стенке. Душевая кабинка. Хорошая, просторная, но нужно переделывать поддон, потому что он течет. На это желательно обратить внимание. Он будет течь. Поговорим о спальнях. Здесь очень классное покрытие. Это тоже искусственный камень. Если его полировать, он будет как мрамор. То есть со временем, когда верхний слой там где-то обшарпался, стерся, приходим с полировочной машиной, полируем, и он как новый. Это не плитка, это камень. Если посмотреть на бортик, видно, что он толще, чем обычная плитка. Тоже записан в плюс. Эта спальня однозначно лучше, потому что у нее есть гардероб. Наличие гардероба – это вообще большой плюс. Все свои вещи здесь можно расположить. Неважно, там семья большая, маленькая, но гардероб, он вместительный для любой семьи, и он все ненужные вещи и нужные туда удобно положить. Что касается дверки, она, конечно, неудобная. Она болтается, шумная. Я ее преимущественно вообще не закрываю. Из каждой спальни есть выход на террасу. Представьте себе, у этой квартиры есть еще и вторая терраса. У всех два плюс один, и три плюс один, и три плюс один дуплексов – две террасы. Обратите внимание, она ничем не меньше, чем та, которая была в зале. У нее тоже есть красивая колонна. Те же самые ограждения из каленого стекла. И, внимание, вид на горы. Если вы устали смотреть на море, вы можете смотреть на горы. Обратите внимание, хорошо сделан балкон, покрытие из искусственного камня, и очень грамотно сделаны сливы. Кстати, с этой террасы можно зайти во вторую спальню. В целом по квартире все, но есть косяк с кондиционерами. О нем сейчас отдельно расскажу. Здесь есть специальный короб, в который берется освещение, и в который берется инфраструктура кондиционера. Но никто не знает, насколько хорошо она проложена. И я знаю точно, что у многих людей, у которых здесь квартиры, когда работает кондиционер, течет по стенам. В этих местах, в этих местах, сзади. Потому что неправильно была проложена инфраструктура под кондиционер. Выводы воды, выводы конденсата. Следовательно, если покупаете квартиру, обнаружили такую протечку, это все лечится, это необходимо обращаться к менеджменту. Здесь есть отличный человек, зовут Мемет, он вам все починит. По квартире все. Пошли смотреть инфраструктуру. Давайте про ландшафтный дизайн. Еще год назад данный комплекс был введен в эксплуатацию. Чтобы вы понимали, здесь не было вообще ничего. Именно из-за этого многие не хотели здесь покупать квартиры, потому что обслуживающая компания не справлялась со своими обязанностями и не делала обещанное озеленение. Травы не было, пальм не было. Вообще было просто грязно. Естественно, пандемия. И все на это смотрели просто так, ну типа комплекс, конечно, красивый, но никто им не занимается. Сейчас, конечно, ситуация немного другая. Пойдемте посмотрим инфраструктуру. Это ресепшн, здесь теплый бассейн. Даже сейчас в него можно прыгнуть, здесь температура будет примерно плюс 30, плюс 28. И зимой он будет такой же. И я считаю, что это один из самых классных теплых бассейнов вообще в Буазе. Потому что здесь хорошее остекление, здесь все видно, здесь много света, уже разложены шезлонги для того, чтобы даже в холодное время наслаждаться водными процедурами. Здесь у нас ресепшн. С недавнего времени появился так называемый охранник. С ним можно разговаривать, задавать ему какие-то вопросы. Он в целом довольно-таки такой интересный парень. Здесь должен находиться ресторан. Уже в течение двух лет ищут компанию, которая станет рестораном. Ну, как бы как есть, ребят. Нет ресторана, обещают, что он будет. Когда, непонятно. Мы находимся на минус первом этаже. Здесь также якобы должен быть ресепшн. На ресепшн пока никого нет. Салон красоты. Рано или поздно он начнет работать. Также на этом же этаже сауны. Тренажерка. Кстати, тренажерка классная. Мне нравится здесь. Здесь немного тренажеров, но немного и людей. Кондиционер работает, дышать в ней есть чем. Единственное, нет Wi-Fi. Если приходите сюда слушать музыку, желательно, чтобы она уже была скачана. А так, все, что надо есть. Да, мало тренажеров, но мне, например, достаточно. И круто, что нет людей. Поэтому пришел, позанимался и ушел. Когда зимой на Кипре плюс 10, очень комфортно зайти в Steam Room. Прикольно он здесь сделан. Не менее комфортно зайти в сауну. Она здесь тоже классно сделана. По-нашему все, вон водичка. Осталось найти веник. Но нет берез. И есть даже хамам. Турецкий хамам. Нормальный, красивый, аккуратненький. В общем, комплекс ничем не хуже тех, которые уже существуют. И я бы его назвал больше комплекс недооцененный. Хотя здесь уже квартир нет. Только перепродажа. Так, ну давайте тоже про плюсы. Есть массажные кабинеты, это определенно плюс. А вот то, что нет массажистов, это определенно минус. Есть хороший большой бассейн, разделенный на детский, на совсем детский и на большой взрослый. Я так понимаю, здесь порядка 25 метров. Плавать одно удовольствие. Не менее интересный момент. Здесь есть джакузи. Думаю, что этой зимой его обновят. Потому что пока в нем еще никто не плавал. Есть детская площадка. Кстати, дети ей пользуются. Она за бассейном в ту сторону. Видим детскую площадку. Ну и сейчас самое интересное. Пойдем в пляжу. Большой жирный минус это переход через дорогу. Здесь нету ни освещенного перехода, ни зебры, ни подземного перехода. Застройщик долгое время обещал, что здесь будет какой-то переход. Но, к сожалению, мы его до сих пор не видим. Люди идут по дороге, идут с магазина, переходят обычно здесь. Как видите, выглядит это неорганизованно. Благо, что не очень сильное движение здесь. Но со временем оно усилится. И я точно знаю, что здесь что-то должно быть. На комплексе два пляжа. Это один из них. Шезлонгов сейчас нет, хотя я пару раз видел, что люди на шезлонгах лежат. Многие просто приходят, кладут полотенце и лежат на полотенце. Это специальная система мыть ноги. Если вода заканчивается, после того, как с моря идешь, у тебя ноги в песке. Если вода заканчивается, последний должен прийти, наполнить водой и поставить сюда. Ведра уже два, раньше было одно. В общем, люди приспосабливаются. Отдельно нужно отметить, конечно, аккуратность людей, которые на этом пляже. Либо с моря, либо люди сами, которые отдыхают на пляже. Очень сильно его засирают. По-другому я это назвать не могу. Бумажки, сигареты, пачки, фольга, грязь. Просто грязь. Местные периодически собираются, чистят пляжи. Кто-то хочет это делать, кто-то нет. Вот подобный способ сбора мусора, ну, на мой взгляд, смотрится отвратительно. Более того, от сильного ветра все это потом улетает на пляж и остается на пляже. Надеюсь, со временем с этим что-то сделают. Я считаю, это вопрос к управляющей компании, так или иначе. Прямо перед комплексом шикарная набережная. Здесь есть детские площадки, беседки, но основной минус. Местные жители засранцы. Они после себя оставляют бычки, семечки, пивные банки. И это все нужно убирать. К сожалению, здесь никто не убирает. Просто ребята, которые будут себе покупать здесь квартиры, они должны знать, что это не только этот комплекс. И вообще, ну, вообще на Кипре в целом сами местные жители засранцы. Поэтому будьте готовы, что в некоторых местах будет грязно. Рядом с комплексом два ресторана. Этот я вам точно рекомендую, о втором просто не буду говорить. Впереди пляж. Мы видели только что песчаный, и этот пляж галечный. На любителя тоже скажу, здесь довольно крупные камни, заходить в воду некомфортно. Давайте подведем итог по комплексу. 5-10 километров до школ, примерно 40 километров до аэропорта, 20 километров до Фомагусты. Это хорошее место, удобное расположение. Безусловно, это плюс. Окна, большие просторные планировки, рядом супермаркет, хорошие виды на море. Это все относим в плюсы. Плохая фурнитура, некачественная управляющая компания, которая обещает исправиться в ближайшее время. Ну и в минус еще добавим ветер. Если подводить итог, лично через свою призму, я могу сказать следующее. Я в этом комплексе купил квартиру своим родителям, потому что здесь тихо, здесь спокойно. Со своими задачами данный комплекс, он как семейный комплекс, он справляется. Это не тусовочное место, это место для семьи, и можно сказать для пенсионеров. Будет прям очень классно здесь. Здесь есть море, здесь есть супермаркет, здесь есть все необходимое для комфортной жизни. В общем, все хорошо. Посмотрите еще раз это видео и примите решение сами. Всем хорошего дня. Это была рубрика «Как есть».